Всем привет! Сегодня я хотел обсудить тему теплого лампового звука, но не в аудиотехнике, а в велоспорте. Хотя давнишние подписчики моего канала, наверное, знают не понаслышке о хорошей аудиотехнике. В том числе я делал обзор вот на эти вот наушнички, которые можно причислить к high fidelity аудиофильским наушникам, которые стоят поболее, чем некоторые ваттметры или даже велосипеды моих типичных подписчиков. Но обо всем по порядку. Что такое вообще теплый ламповый звук? Для тех, кто не знает, короткая информация по этому поводу. В том числе аудиофилы связаны с этим понятием. Вообще аудиофили или аудиофилы это люди, которые стремятся к более или максимально хорошему, доступному качеству звука. Это может выливаться в хорошем качестве основного источника, то есть либо какой-то формат не mp3, например, а лузлесс, без потерь. Это флэк, алек, 24 бита, 16 бит и так далее, и так далее. Либо это техника какая-то, хорошие наушники, хорошая просто саунд техника. И в общем и целом в этом ничего плохого нет. То есть люди хотят послушать просто музычку в хорошем качестве. Мы все вроде как стремимся к этому. Просто для некоторых достаточно, чтобы колонка не хрипела, а для других достаточно, чтобы колонка стоила 40 тысяч евро. Иногда случаются какие-то абсурдные вещи, в том числе вот для этих наушников применяются или продавались кобеля из серебра, или внутри там серебро, короче, было, которое типа должно было как-то еще больше улучшать звучание. Стоил этот кобелек 200 евро. Внешняя такая история, вроде можно загуглить все это и посмотреть. Проводился эксперимент вслепую. Использовались различные источники звука, использовались дорогущие хай-энд кабели и чуть ли не из вешалки металлические сделанные. И в итоге люди, которые называли себя перед тестом аудиофилами, послушали со всех источников и сказали, это вот этот хай-энд, на самом деле это была буквально, не знаю, вешалка. Ламповый звук откуда? Это усилители ламповые, и некоторые из них по стоимости доходят до нескольких тысяч евро, опять-таки создавая иллюзию, или как хотите, более лучшего звука. И за счет этих обещаний, что звук там намного лучше, опять-таки вся эта техника продается людям, которые думают, что звук там на самом деле лучше. Хотя, и я сейчас немножко углублюсь еще в дальше объяснение, потому что это все очень важно и очень можно хорошо связать с велоспортом. Звук, восприятие звука. Во-первых, конечно, техника может быть вообще суперотличной, классной, здорово все, контент там все в лузлес, в лучшем качестве и прочее-прочее. Все отлично, но наше восприятие звука меняется в течение всего дня, причем, да, с утра мы слышим, насколько я знаю, лучше всего, с левым ухом мы слушаем вроде как лучше всего музыку, с правым распознаем речь и прочее. То есть здесь все неоднозначно и если ты слушаешь музыку поздно вечером, после там рабочего дня и прочее, ты будешь слушать ее примерно в таком качестве, как будто у тебя там самая базовая техника, а не абсолютный high-end. Теперь к велоспорту. Мне тут две вещи сразу в голову приходят о теплом ламповом звуке. Это, во-первых, жесткость. Мы все слышали или постоянно слышим этот аргумент в контексте рам, в контексте карбоновых компонентов особенно и постоянно увеличивающиеся проценты жесткости. Недавний обзор компаньола новой группы SuperRecord там за счет связки паука, вот этих лапок, еще одним карбоновым слоем, карбоновой дугой такой, типа стало все это еще жестче. И, соответственно, все стало лучше передавать силу. Рама такая жесткая. Из разряда теплого лампового звука. Потому что профи гоняет на Shimano, которые карбоновые, я не помню, когда они делали в последний раз, шатуны, по-моему, всегда алюминиевые были. Стремление к жесткому велосипеду, который будет передавать твою силу, оно похвально, оно логично, разумно. Но все тот же алюминий, все тот же 105, Altegra, Dura Ace и прочее, все они смогут перенести любые твои ваты, любые ваты настоящего живого человека. Не машины, которые там будут давить, я не знаю сколько, 5000 ватт и больше. Но все, что может человек выдавить, все... Не карбон, не старая модель компаньола, не ультра старая и не алюминиевая модель Shimano. От этого не согнутся, ничего от этого не потеряет человек. Это все из разряда, вот как это стало мемчиком слово, да, все из разряда теплого лампового звука. Если ты не можешь выдавить 400 ватт в течение 10-20 минут, то о какой жесткости и плюсах жестких рам идет вообще речь. Не слышал ни одного случая, когда люди вырывали кареточный узел за счет сумасшедших ватов, то есть жесткость... Нет, это теплый ламповый звук. Следующий момент теплого лампового звука это модуляция, торможение. Для меня это абсолютный нонсенс. Во-первых, что подразумевается под модуляцией? Торможение настолько модулируемо. Это когда ты нажимаешь на тормоз, на тормозной рычаг, левый MTB, да, и твое усилие ты можешь смодулировать, да, ты сможешь... Как говорят, лучше контролировать торможение. То есть ты можешь поменьше зажать, побольше, и ты чувствуешь все это торможение, и знаешь, когда ты полностью можешь заблокировать колесо, а когда будет лишь легкое трение, которое сделает скорость, например, на 35 км в час ты несешься, и тебе показалось, что довольно-таки острый поворот, и хочешь немножко сбросить скорость. Не совсем, о-о-о, все, истерика, не знаю. А до 30-29 км в час хочешь спросить, и все это модулируешь, соответственно, нажатием на тормозные рычаги. Так вот, это зависит исключительно от тормозной системы и твоего опыта работы с ней. То есть если я сейчас катался только на клещевых, например, сажусь на дисковые и нажимаю на тормоз, то получится не совсем то, что я ожидаю. Потому что у меня не было опыта, что произойдет, если я нажму так, что произойдет, если я нажму иначе. И здесь вопрос исключительно в опыте работы. Есть разные клещевые тормоза, есть разные типы, есть разные типы дисковых тормозов, которые ведут себя каждый по-разному. Легкость, про которую говорят в дисковых тормозах, заключается не в самих дисковых тормозах. Нет, тормозить дисковыми тормозами не легче, чем клещевые. Вы немножко путаете технологию гидравлики. Гидравлики – это то, что делает нажатие более легким. Но есть клещевые гидравлические. Пожалуйста, SRAM Red 22 Hydra. И это клещевые тормоза на гидравлическом управлении, соответственно. У них тоже легче тормозить. Но мы живем в мире, да, в котором толкают много всяких ненужных вещей. Или толкают много всяких ненужных технологий для абсолютного большинства. И, к сожалению, SRAM Red в актуальной версии, в гидравлической модификации не предлагается. Был ли он плохим? Или почему не продолжилась вся эта история? Я не знаю. Как бы сам SRAM не самая популярная марка. Посмотрите, сколько используют его в Peloton, сколько раньше его использовали. То есть это не самая популярная марка. И, в принципе, тут, конечно, нужно конкретно осознавать, что производитель здесь и сейчас он производит, чтобы сделать деньги. Не чтобы там помочь кому-то, а чтобы первая цель, чтобы сделать деньги, чтобы сделать профит. Если профита не будет, то если даже кто-то кому-то хотел помочь, этого не получится. То есть первая цель – это всегда профит. В итоге модуляция для меня абсолютно из разряда вот теплого лампового звука, ее как таковой не существует. Единственное, что может сделать тормозную систему, любое абсолютно, это заблокировать колесо. На большее тормозная система не способна. Ничего больше тебе не поможет при торможении. Только ABS, о котором я уже говорил, в дисковых тормозах, либо ты сам его имитируешь. Тормозишь – отпускаешь, тормозишь – отпускаешь, тормозишь – отпускаешь. И актуально ключевые тормоза, в том числе в Direct Mount, сильно подтянулись по уровню. Но и раньше их было достаточно для высочайших профи, для поколения высочайших подъемов и крутейших спусков. То есть в этом году мы тоже видели этот маркетологический ход с Аля Филиппом, который проездил и выиграл все свои горные пункты на S-Works Тормаке обычно, с ключевыми тормозами. А в последнем этапе, когда, ну, конечно, не важно, ему спонсоры дали дисковый. Типа вот, чувак, он весь был в Polka Dot, то, что он выиграл, соответственно, горный король, да, горный король этого Tour de France. И дали ему дисковый Тормак S-Works, на котором он не ездил. И я посмотрел на всякие social media, Instagram и прочее. Все сделали вот пост этого велосипеда и сказали, вот, вот, это круто. То есть Аля Филипп, горный король на дисковом Тормаке. Нет, он не на дисковом Тормаке ездил. Да, вот так работает маркетология. То есть здесь немножко повнимательнее, ребята. Я не говорю, что дисковые тормоза от этого стали плохими. Просто аргументы, просто выдуманные на пустом месте. Это модуляция, это абсолютный нонсенс. Понятно, что дисковые тормоза в разных влажных условиях работают. Мне это, мне кажется, все эти факторы заново не стоит разбирать. Так же, как и не стоит напоминать, что большинство абсолютно не будет использовать все эти плюсы дисковых тормозов. Разве что гидравлику. Ну и гидравлика, елки-палки, вы серьезно? То есть вам нужно, чтобы полегче нажимать на тормоз, чтобы сил в пальцах нет? Или в чем вообще фишка? Как бы, не знаю, тогда все на электрогруппу садитесь. И, наверное, тогда вот эти должны подтянуться ребята, которые ничего не понимают про e-bike, но говорят, ой, e-bike не велосипед, там не нужно крутить. Наверное, вот и следующий этап, это e-bike на гидравлике с электрогруппой. Без понятия, тоже не хочу никого обижать по этому поводу или оскорблять чей-то выбор. В конечном итоге выбираешь ты, и мне лишь остается защитить вас от таких вот трюков или какой-то манипулятивной риторики. И это было все на сегодня. Если я какой-то теплый ламповый звук пропустил, дам мне знать в комментариях. Будет интересно пообщаться по этому поводу с людьми, которые интересуются велоспортом. Надеюсь, много таких людей найдется. Спасибо за внимание. До-до-до.